Открытый диалог с Александром Непомнящим Наш эфир продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр! Добрый день, здравствуйте! Давайте начнем, наверное, с резолюции, которую предложила Ники Хейли на голосование на Генеральную Ассамблею ООН, осуждающую террористическую деятельность Хамаса, и которая, к сожалению, провалилась. Не прошла, да. Тут важны нюансы, потому что все справляется в том, что документы очень важны. Итак, действительно, с пола декабря Генеральная Ассамблея ООН отклонила американский проект резолюции, осуждающий террористическую организацию Хамас. Собственно, о чем был этот документ? Документ осуждал Хамас, включая ракетные обстрелы, огненный террор, строительство туннелей, использование гражданских ресурсов в военных целях и подстрекательство к насилию. То есть весь тот арсенал, который, в общем, Хамас задействовал против Израиля, который нарушает все возможные военные конвенции, все партии международные и прочее, прочее, прочее. Напомню, если Израиль, как бы каждое действие Израиля рассматривается под увеличительным стеклом, и Израиль поэтому там вводит все более-более жесткие правила введения, открытия огня, например, там стрелять не просто только по ногам демонстрантов, а только вообще в какую-то нижнюю часть, но так, чтобы, значит, не повредить их и не уничтожать тех, кто запускает эти огненные шары и прочее, прочее, прочее. И с другой стороны Хамас, который нарушает все и все, которому вообще закон не писан никакой. И вот наша замечательная Ники Хейли, ваша замечательная Ники Хейли, и, безусловно, наша любимая в Израиле Ники Хейли, уходя со своего поста, будем надеяться для того, чтобы продолжить в скором времени свою карьеру еще больше, еще более блистательно и во благо Америки, и, конечно, нам на радость. Так вот, Ники Хейли, уходя, составила такой документ, и впервые была предложена на Генеральной Ассамблее ООН, был предложен проект резолюции, осуждающей организацию Хамас. И вот, по словам самой Ники Хейли, основными жертвами Хамаса являются сами палестинские арабы, это абсолютно верно, именно так оно и есть, жители сектора Газа. Ведь за время 11-летнего правления Хамаса в Газе 50% жителей сектора стали безработными. Там царит нищета, там электричество подается всего на пару часов. И, в общем, проект говорил о том, что нужно осудить использование Хамасом ресурсов в Газе для строительства объектов военной инфраструктуры. В общем, для использования денег, которые должны были бы пойти на улучшение или просто поддержание какой-то уровня жизни для жителей, эти деньги тратятся на войну с Израилем. То есть израильтянам плохо от этого, но еще хуже от этого самим жителям сектора Газа. Об этом была резолюция, не то, что какая-нибудь такая резолюция черно-белая, типа мы за Израиль, а все арабы плохие. Нет, это была очень честная, очень справедливая, очень разумная резолюция, составленная очень грамотно о том, что Хамас использует ресурсы, выделяемые ему для жителей сектора Газы, на войну с Израилем, причем на войну абсолютно незаконную, нечестную, несправедливую. И обстреливать ракетами еврейские города, запускать огненные шары, строить диверсионные туннели, это все неправильно. Вот о чем была эта резолюция. И США предложили голосовать простым большинством. То есть, как принимается резолюция? Простым большинством или поддержкой двух третей? И вот Россия и арабские страны заявили, что нет-нет, пройдет резолюция только если она будет поддержана двумя третями. На эту тему было отдельное голосование. И здесь Америка не сумела добиться большинства. То есть, 72 страны высказали за то, чтобы было простое большинство, и 75 стран за то, чтобы две трети. То есть, трех стран буквально не хватило Америки для того, чтобы, на самом деле даже двух, в общем, можно было, чтобы провести эту резолюцию простым большинством. Ну, еще было 26 стран, которые воздержались. При этом, та колоссальная работа, которую проделала Ники Хейли, заключалась, например, в том, что она вынудила фактически весь Евросоюз, весь блок европейских стран проголосовать, поддержать эту резолюцию. Ну, понятно, что, скажем, страны Восточной Европы, в общем, они бы и так, скорее всего, поддержали. Мы знаем, что сейчас у Польши, Венгрии, Чехии, они друзья Израиля в открытую. И им это важно, потому что их соответствует их политике, как бы противостояние Евросоюзу и его миграционной политике. С другой стороны, как бы им важно показать Трампу, что вот они в одном блоке с ним, поэтому они дружат с Израилем. Но есть еще и западноевропейские страны, которые, как мы знаем, в последние годы были откровенно враждебны Израилу. И вот Ники Хейли, все-таки Америка есть Америка. И она сумела заставить европейские страны поддержать эту резолюцию. Причем европейцы начали, так сказать, хитрить и выкручивать. Давайте вставим туда что-нибудь такое про Израиль тоже. Ники Хейли, нет-нет-нет. Давайте туда засунем идею «два государства для двух народов». Нет-нет-нет, никакой формулировки про «два государства для двух народов», этой подлой, гадской формулировки, придуманной в свое время, по сути дела, продавленной Обамой, ее там не оказалось. То есть это опять же говорит о том, что американское правительство, оно, в общем, действительно серьезно настроено добиться разумного решения конфликта арабо-израильского. А не вот просто, так сказать, используют какие-то красивые звучные формулы, в отличие от европейцев. Поэтому там было вставлено что-то такое, что, типа, будущее мирное соглашение между Израилем и палестинскими арабами должно основываться на международном законодательстве и учитывать резолюцию ООН по данному вопросу. Ну, то есть бла-бла-бла. Но вот этой «два государства для двух народов» не было. И европейцы сказали, хорошо, мы будем поддерживать это. И в итоге 87 государств, то есть весь европейский блок, все разумные государства проголосовали за резолюцию, которая осуждала, должна была судить Хамас. Против выступили 57 стран. Но это мусульмане, это красно-зеленые всевозможные, то есть коммунисты, диктатуры всевозможные. И в этом списке оказались страны, которые можно было ожидать, что поведутся все-таки иначе. Это была Россия и ее сателлиты из бывших советских республик, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан. Тут вот есть момент такой. Понятно, что Россия не просто голосовать за резолюцию, которую выдвигает Америка, особенно сейчас, особенно при нынешних раскладах. Но и Россия традиционно поддерживает отношения с террористическими организациями типа Хизбаллы, Хамаса. Их лидеры приезжают в Москву, общаются там с Лавровым, они их там привечают, их там откармливают, гладят по головке. В общем, мы понимаем, откуда все эти Хамасы, Хизбалы и Ашты вообще растут изначально. Тем не менее, речь здесь шла все-таки не о политике. Это было осуждение ракетных обстрелов Израиля. И страны, которые голосовали против этой резолюции, они фактически голосовали за то, что обстреливать ракетами еврейские города, мирных жителей из газы, мирных жителей Израиля обстреливать ракетами — это нормально и это правильно. И вот такого, конечно, отношения к еврейскому государству, откровенно враждебного, все-таки многие в Израиле не ожидали со стороны российского политического истеблишмента и всех этих вот сателлитов его Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана. Но Украина сразу, скажем, Украина проголосовала вместе с Европой и проголосовала за эту позицию против КамАЗа. То есть она поддержала резолюцию, а Россия проголосовала против. И теперь, конечно, в этом новом раскладе возникает много нюансов и вопросов об отношениях простых израильтян, скажем, к российским официальным представительствам. Не только Россия, как я уже сказал, Белоруссия, Казахстана и Узбекистана. В этом смысле Азербайджан — это особая песня. Азербайджан — мусульманское государство. У него нет дипломатических отношений с Израилем. При этом у нас есть миссии, и в Израиле есть достаточно серьезная военная миссия в Азербайджане. Попросто говоря, Израиль переворожил армию Азербайджана. И дело было не только в выгодных военных контрактах, не только в том, что Израиль заработал деньги на вооружение Азербайджана. А мы помним, Азербайджан находится очень близко к той стране, к которому у Израиля особое отношение, к Ирану. И в частности, например, знаменитая операция по вывозу ядерного архива Ирана, просто физическому вывозу. Это не дискеты, то есть это были не дисконки, то, что называется. Это были два грузовика с материалами и с документами. Его просто банально вывезли, и вывезли, судя по всему, через Азербайджан. То есть у израильского военного истеблишмента и политического есть особое отношение с Азербайджаном. И тут как бы, что они там голосуют на резолюциях ООН, неважно. Важно то, что они делают. Если они позволяют нам заниматься серьезной разведкой в отношении Ирана, за то, что мы их вооружаем, то этого достаточно. И то же самое, скажем, с Россией. С Россией Израиль сегодня, попросту говоря, граничит с Россией. Российские войска стоят на границе Израиля, на голландских высотах, на границе с Сирией. Российские войска присутствуют в Сирии. По сути дела, мы сегодня граничим с Россией. И, безусловно, наши политики, наши военные вынуждены с ними общаться, встречаться, говорить о чем-то, договариваться. Тут никуда не денешься. Но в последние годы стало очень популярно российское представительство. И узбекское, и казахское, и белорусское. Они приглашают представителей своих диаспор, то есть евреев, приехавших из этих стран на всевозможные свои праздники в Иерусалиме и в Тель-Авиве. У них есть, так сказать, миссии культурные, которые проводят какие-то мероприятия. И в последние годы, в общем, это оказалось частью народной дипломатии, что ли, то есть хороших отношений между странами. Сегодня, конечно же, после того, что произошло сейчас с этим голосованием, участвовать в этих мероприятиях простым людям. Снова повторю, не дипломатам, которые этим занимаются, не военным израильским, которые по службе вынуждены с ними общаться, или израильским политикам, которые тоже в интересах Израиля вынуждены с ними общаться. А простым людям приходить туда на их мероприятия, вечера, тусовки, это, конечно же, на мой взгляд, мерзко и унизительно. Точно так же, как целовать руку того, кто убивает твоих близких. И, безусловно, отношение простых израильтян к миссиям, представительствам политическим, дипломатическим этих государств в Израиле, на мой взгляд, должно измениться сейчас. Такие вещи не могут просто пройти, и мы как будто бы не заметили этого голосования, этой открытой декларации враждебности Израиля. Как будет дальше, посмотрим. То есть загладить эту вину, в общем, этим странам будет непросто, потому что снова есть отношение между политиками и военными, есть отношение людей к этим государствам, к их представителям официальным, и это отношение, безусловно, на мой взгляд, должно сейчас измениться. Хорошо. Ну а теперь давайте, вроде бы, как на границе обнаружены новые туннели Хизбаллы, армии обороны Израиля. А об этом, если можно. Не просто обнаружены новые, Сергей. Тут действительно речь идет о сенсации. То есть, скажем так, те, кто в Израиле, их было немного, сразу скажу, были немного связаны с этими проектами, они знали еще с самых ранних, нулевых годов, 2000-х, что Хизбалла создала колоссальную сеть подземных укреплений на границе с Израилем. И надо понимать, что если в Газе мы говорим о туннелях, прорытых в песке, во влажном песке или, кстати, в таком суглинке, то граница Израиля и Ливана — это горы, это скальные породы. И там в этих скальных породах проложить туннель гораздо сложнее. Речь идет не о том, что можно так делить железной лопатой за пару месяцев вдвоем прокопать туннель. Речь идет о серьезнейших инженерных сооружениях. И сейчас я могу уже это сказать, в средстве которых принимали участие не только, так сказать, простые рабочие. Там были задействованы инженеры из Европы, нанятые Хизбаллой. Это все происходило на протяжении почти 20 лет. Хизбалла создавала мощнейшую систему туннелей на юге Ливана. Туннели, которые частично, как мы теперь уже официально можем сказать, проникали на территорию Израиля. И кроме того, вообще, так сказать, система бункеров, которая позволяла прятать там арсеналы оружия, ракеты те же самые, переходить из одного места в другое, вот как бы укрывшись от глаз израильской авиации, израильских беспилотников и вообще израильских наблюдений со спутников там, из беспилотных систем и просто наблюдений с высоток по границе. И вот на этой неделе впервые стало известно официально, что Израиль обнаружил диверсионный туннель, прокопанный Хизбаллой на суверенную израильскую территорию. На самом деле, в прессе на протяжении долгого времени, время от времени появлялись сообщения, жалобы жителей Израиля, жителей домов на границе с Ливаном, о том, что они слышат какую-то возню из-под земли. И у них дома, иногда стены трясутся. И армия обычно всё это говорила, всё под контролем, ребята, не бойтесь, это вам показалось, это вам прочудилось. Сегодня есть те, кто обвиняют армию, что, мол, она успокаивала людей и не занималась проблемой. На самом деле, мы понимаем, что она всё знала, не успокаивала людей, просто не хотела до поры до времени привлекать слишком много внимания к этому. Потому что, судя по всему, об этом сейчас поговорим, Хизбалла не ожидала, до какой степени Израиль в курсе всех этих событий. Так вот, речь в данном случае началась операция израильская, она, напомню, проходит пока что исключительно на территории Израиля. То есть это даже, в общем, в некотором смысле не военная операция, а это чисто инженерные работы. Израильтяне обнаружили сначала один, потом ещё другой туннель на границе с Ливаном и на своей территории их уничтожал. Речь идёт о туннелях, предназначенных для диверсионных атак, которые способны быстро и незаметно, другими словами, используя элементы внезапности, перебросить на израильскую территорию значительные пехотные силы, вооружённые, со всей амуницией, со всеми необходимыми средствами инженерными и продовольствием. То есть это такие большие туннели, по которым, ну, машина там, может, и не пройдёт, но, допустим, провести какую-то даже такую-то систему, такую на колёсах вполне даже можно, не только пройти лёгкость. И, конечно, обнаружение этого туннеля из Балы стало настоящим техническим и разведывательным, и оперативным достижением Израиля. Сразу по нескольким причинам. Какие-то причины. Во-первых, эти туннели должны были сыграть ключевую роль в военных планах из Балы. Сам Хасан Насрава, на самом деле, даже не пытался скрыть своего намерения захватить в предстоящей войне с Израилем контроль над Галилеей. И при этом мы понимаем, что у Хасан Насрава нет ни собственного воздушного флота, который мог бы забросить десант, ни достаточно больших военных сил, которые могли бы просто вот так в лоб прорвать израильскую систему обороны. То есть, в общем, дирекционные туннели были тем самым козырем, который должен был обеспечить подобный сценарий. И теперь, когда армия обороны Израиля вскрывает эти туннели, она лишает Хизбалу не просто как бы пары туннелей, которые мы сделали и сделали, они, в общем, разрушаются, весь стратегический потенциал этой организации. Кроме того, конечно, тут есть момент политический. Обнаруженный туннель продемонстрировал всему миру, что Хизбалла грубо нарушает резолюцию. Это резолюция 1701-1701 Совета безвластности ООН, который закончил Вторая Ливанская война в 2006 году. В соответствии с этой резолюцией Хизбалла вообще не должна находиться в Южном Ливане. Теперь же оказалось, что она не только находилась в Южном Ливане, она еще там копалась, и она еще и посягала на израильский суверенитет. И теперь, в принципе, нарушение Хизбаллы и резолюции Совета безвластности ООН дает Израилю то, что называется казус Белли, дает Израилю право и оправдание в глазах мировой общественности, ну и, конечно, для израильского общества внутри страны, нанести пары этой организации удар, если такое решение будет примен. Кроме того, конечно, тут Израиль показал, что обладает технологией, позволяющей обнаруживать туннели, прорытые в скальной породе на глубине 25 метров. То есть, представьте себе восьмиэтажный дом в глубину, и вот на этой глубине был прокопан туннель в скальной породе, и израильтяне его обнаружили. Но фокус не только в том, что они его обнаружили, что мы его обнаружили, а то, что он на территории Израиля проникал всего на 40 метров в глубину, то есть не так уж много. Фактически, как бы, все было на глазах у представителей Хизбаллы, которые крутились со своей стороны и присматривали. А нашим специалистам удалось не только обнаружить это место, но еще и вставить туда видеокамеру и заминировать. И при этом Хизбалла ничего не заметила. И узнали они только об этом, когда поползли в этот туннель, пошли в этот туннель, и есть видео, которые сейчас ходят по интернету. Боевик Хизбаллы идет по этому туннелю, доходит до израильской камеры, смотрит в нее тупо, как вот в этих фильмах, комиксах происходит. Потом она взрывается ему таким как бы предупредительным хлопком, и он в ужасе убегает, думая, что сейчас все обрушено. Ничего не обрушивается, камера продолжает фиксировать, значит, как он бежит, падает по этому туннелю. То есть, в общем, такое как бы насмешливое видео. И Хизбалла ничего не заметила. Теперь в Хизбалле подозревают, что Израиль обнаружил этот туннель не только или не столько с помощью технологических средств, а мы об этом говорили в наших передачах, у Израиля есть технологические возможности обнаружения подземных работ и подземных пустов. Он продемонстрировал, Израиль продемонстрировал эти возможности в Газе. И группы ученых, которые занимались разработкой этого проекта, даже получили премию израильскую в прошлом году. Но надо понимать, что существует серьезная разница, серьезное отличие от обнаружения таких объектов в песке на глубине, скажем, как это происходит в Газе, и в другой совершенно породе, как это происходит в Ливане. Поэтому в Хизбалле на самом деле считают, что это не столько технологический успех Израиля, сколько успех разведки, что в Хизбалле есть кроты, которые просто слили Израилю информацию об этих туннелях. И с тех пор, как это стало известно, с тех пор, как Израиль нашел один туннель, потом другой туннель, судя по всему, службы безопасности Хизбаллы бегают, как белки в колесе, носятся, как угорелые, пытаются найти, кто слил информацию. И мы понимаем, что это все сопровождается допросами с пристрастием, подозрениями, обидами. Ну, то есть, как и происходит в любой организации, в которой обнаружились шпионы, кроты, и ты не знаешь, кто это, и как делиться дальше с этой информацией. То есть, создается, мягко говоря, нервозная ситуация в этой структуре. А это все при том, что им сейчас нужно перестраивать всю свою стратегию, потому что все было построено на этих туннелях, которых они теперь, в общем, уже не знают, могут ли они их использовать дальше или нет. При этом надо... Тут еще вот какой момент. Спецподразделение из Балии есть, Радуан, которое должно было стать вот той наступательной силой, которая должна была пройти по этим туннелям и захватить еврейские города, захватить заложников, убивать, резать. А теперь они видели, что израильтяне аккуратненько заминировали один из туннелей. Пока никто не погиб. Но кто знает, что дальше будет? И какие еще туннели заменили? Теперь, так сказать, явно мотивация у них от того, что они знают, что, может быть, они вступят в эти туннели и там останутся навсегда и закончат там свою жизнь, этой мотивации не прибавляют. Все дни... В общем, операция началась в начале недели и до сих пор никакой внятной реакции Хизбаллы на израильские действия мы пока не видели и не слышали. То есть, видимо, в рядах этой организации царит смятение. Хасанам насрало ждут объяснений. Объяснять, сказать ему нечего, потому что, что он может сказать, что его развели просто как ребенка. Ждут объяснений в Тегеране, Иран в бешенстве. Ведь все строилось на стратегии туннелей. А теперь из-за наличия кротов, из-за наличия людей, которые слили информацию Израилю о всех этих системах, в общем, вся эта стратегия пошла в раку. Теперь эти туннели обошлись с Хизбале в какие-то безумные суммы. То есть, говорят, что Иран потратил вообще на всю систему подземных потреблений порядка 4 миллиардов долларов. Но вот эти самые диверсионные туннели, возможно, стоили только часть, несколько миллионов, но все равно теперь все инвестиции эти потеряны. И насрали, придется объясняться перед Тегераном не только за кротов, за предателей, но и за эту финансовую составляющую. Провала у Ирана сейчас каждый доллар на счету, их сейчас стало очень мало, Обама больше не обошляет наличными, поэтому, конечно, все сложно. Ну и при этом, конечно, надо понимать, что Хизбала, безусловно, ей нанесет серьезный удар, но это не на даун и даже не на кау. Эта организация в прошлом показала, что она умеет держать удар. И как бы, так сказать, жестко с ней Израиль не обошлодился, она потом восстанавливала, восстанавливала свои силы, увеличивала свои силы и продолжала свою деятельность. Поэтому, конечно, обнаружение туннелей это значительный успех Израиля и тяжелый удар по оперативным возможностям Хизбалы и по ее моральному духу. Но, конечно, речь идет отнюдь не об окончательной победе и для идеологического сокрушения этой структуры, этой организации сделанного совершенно недостаточно. Но теперь мы как бы обглядываясь назад, мы понимаем, что, в общем, эту операцию Израиль готовил, конечно, не сегодня на завтра. Ее готовили давно. И, возможно, теперь заявление главы правительства Израиля о том, что не стоит ввязываться в серьезную войну на юге, потому что у нас есть более серьезные вещи, они оправданы. То есть, теперь мы понимаем, что, возможно, Натаньял считал неправильным сейчас начинать конфликт в Газе, поскольку понимал, что вот такая ситуация на севере, как бы с Хизбаллой разобраться важнее. Это более серьезные, более опасные противники. Хизбалла реально могла перебросить несколько тысяч боевиков в Галилею и устроить такую кровавую бойню в еврейских поселениях, населенных пунктах Галилеи, что, в общем, все проблемы юга с его выжженными лесами и горящими змеями показались бы детским лебедом. Ну, собственно, на самом деле, они действительно не являются стратегической угрозой. Здесь мы говорили о реальной стратегической угрозе. И понятно, что начинать защищать даже на своей территории, когда у тебя завязано все на юге, когда идет война, у тебя руки связаны, и Хизбалла могла воспользоваться. И мы не знаем, где это кончится. То есть сейчас израильтяне продолжают конопатить, идет у неги со своей стороны. Но, как я уже сказал, есть жесткие заявления относительно того, что Ливан несет ответственность за то, что происходило. И не факт, что Израиль не продолжит эту операцию уже как бы на территории Ливана. Не факт, что Хизбалла не сорвется и, так сказать, с криком «Все погибло!» «Умрите вместе с нами!» не начнет какую-то операцию, пытаясь использовать хотя бы те туннели, которые еще Израиль не успел перекрыть. И в этом... Поэтому начинать на юге... Есть логика в том, чтобы не начинать на юге менее важную операцию, прежде чем разобраться с операцией на севере. В этом смысле, конечно, уход министра обороны Либермана, мягко говоря, был безответственным поступком. Но посмотрим, что будет дальше. Посмотрим, какие будут результаты. И, конечно, север очень важен, но на юге тоже забывать ситуацию нельзя. И будем надеяться, что израильское военное и политическое колодство знает, что делает и разберется сначала с северными врагами, потом все-таки с южными тоже. Давайте мы в этом месте сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся обязательно продолжим. Возвращаемся к беседе с Александром Непомнищим. И давайте, наверное, о БДС и законопроекте относительно этого движения. Да, вот, собственно, сейчас так получилось, что демократический сенатор Кардин намерен провести, протолкнуть в ближайшее время, буквально, мне кажется, даже сегодня, может быть, голосование должно быть, закон, который, по сути дела, криминализует БДС, то есть запрещает американским компаниям участвовать в бойкоте Израиля организованным официальными структурами, официальными организациями. Пусть даже это будет организовано ООН, например. И вот этот закон, этот законопроект, напомню, который еще не принят, он вызвал разброд и смятение в лагере демократов, потому что одни считают, что правильно, другие считают, что надо, кстати, не надо проводить такой закон, и что бойкот Израиля вполне демократичен и правильный. Значит, закон этот, законопроект, назван антибойкотом Израиля, как я уже сказал, он запретит американским компаниям участвовать в бойкотах Израиля тех, которые прокомментируются даже международными организациями, той же Организации Объединенных Наций. И тут мы видим с одной стороны GDSA, Еврейский Демократический Совет Америки, я не знаю, как правильно произносить его, GDSA, вот, он поддерживает этот законопроект, напомню, законопроект демократического сенатора и еврейские демократические организации, как бы еврейские организации, входящие в поддерживающую демократическую партию, поддерживают его, но есть и те, кто против, бо боягой против является в этот раз GST. GST решительно выступает против законопроекта, то есть GST считает, что не нужно законодательно запрещать американским компаниям бойкотировать Израиль. Пусть бойкотируют, это хорошо. Значит, все это началось еще в июне, тогда в Комитете по иностранным делам Палаты представителей вот эти самые либеральные пропагандистские группы, активисты, так называемые активисты гражданских свобод, они сумели сорвать вот это вот обсуждение этого законопроекта под предлогом того, что это лишает как бы лишает права на свободу слова, что это поражает права на свободу слова. Вот, и теперь мы узнали, что сенаток-демократ Бен Кардин, он хочет включить этот законопроект в законопроект о бюджете в этом месяце и пакет, который хотят законодатели закрыть в последнюю минуту американский, он хочет, чтобы туда это все вошло. Вот, и значит, GDSA, Еврейский Демократический Совет Америки, они заявили, что поддерживают закон о борьбе с бойкотом Израиля и внесенными в него поправками, вот, и поощряют своих активистов писать членам Конгресса письма, поддержку и, так сказать, просить, чтобы этот законопроект поддержали. Вот, при этом на сайте GDSA они подчеркивают, что, в общем, ведь они напоминают, что платформа Демократической партии, которая была принята в 2016 году, она включала в себя план противодействия бойкоту Израиля и усилия по борьбе с делегитимацией Израиля. Тут надо напомнить, что там, вот в 2016 году внутри Демократической партии шла очень серьезная борьба между, скажем, просто левыми, умеренно левыми и левыми запредельными. То есть Клинтон и ее окружение, они как бы выступали, ну им было важно все-таки показать себя более вменяемыми, они выступали за то, что нужно бороться с бойкотом Израиля, не нужно поддерживать бойкот Израиля, вот, а им противостояли вот эти самые радикальные левые, типа Сандерса и компани, которые говорили, что нужно поддержать этот бойкот и бороться с оккупацией Израиля. Вот, тогда Хиллари победила, победила она не только как стала представить главой Демпартии, но и победила ее проект платформы, хотя сегодня мы видим, что вот сейчас на последних выборах в Конгресс от демократов прошли откровенные сторонники поддержки БДС, вот такими откровенными сторонниками являются, например, Омар и Тлаев и та же Аказия тоже. Вот, и снова теперь все это вернулось уже только теперь в самом Конгрессе, и Джей Стрит утверждает, что это законодательство угрожает свободе слова, и мы понимаем, что это чистое от маски, потому что какая свобода слова. Тут вот, например, член палаты представителей Элиот Энгель, тоже демократ из Нью-Йорка, да, он говорит, что закон абсолютно конституционен. Почему? Потому что, в принципе, в американском уже существует сегодня закон от 79-го года, по-моему, который запрещает американским компаниям участвовать в арабском бойкоте. Ведь мы помним, что еще совсем недавно существовал арабский бойкот, который бойкотировал Израиль, компании, которые торгуют с Израилем, и компании, которые торгуют с компаниями, которые торгуют с Израилем. И американская законодательство 79-го года сказала, если американские компании посмеют подчиниться этому бойкоту арабских стран, то это нарушение закона. Поэтому, говорит Энгель, где же тут, мы же тогда не говорили, что это угрожает свободе слова, и было всем очевидно, что это не угрожает свободе слова. Если уж на то пошло, то есть нюанс. Если какой-нибудь человек говорит, я вот очень сильно не люблю Израиль и хочу его бойкотировать, то это не нарушает американского закона. Но если он подчиняется бойкоту объявленному международной организации или какой-то крупной организованной структуре, государству или ООН, то это уже нарушение закона. Таким образом, мы действительно видим, что право человека выражать свою нелюбовь к Израилю не нарушается. Нарушается только или как бы вводится противостояние организованной травле государства Израиля на международной арене. И здесь, конечно, позиция Джейс-Прит, как и позиция тех, кто сегодня, видимо, начинает играть все более и более четко первые скрипки демократической партии, это под видом борьбы с израильской оккупацией, что само по себе является враньем, потому что мы знаем, что нет никакой оккупации. И ситуация намного сложнее. И нельзя обвинять Израиль в том, что он не хочет уходить из Иудеи, Самарии или Иерусалима, и даже если он уходит, то все получается вот так, как получается с газой. Так вот, обвинять Израиль и наваливать на него бойкот под прикрытием защиты свободы слова, это, конечно, страшная подлость. И то, что еврейская организация Джейс-Трит этим занимается, говорит просто о том, насколько она является действительно еврейской. То есть там еврейское только название. Это даже Гитлер до такого не додумался. У Гитлера не было этих самых Евс-секций. Вот у большевиков были еврейские секции, те, которые зачищали еврейских раввинов, убивали, занимались искоренением еврейской традиции. Это были же сами евреи, большевики красные. Так вот, мы видим то же самое здесь в отношении тех самых радикальных демократов. Конечно, радует то, что в демократической партии все-таки есть хорошие люди, адекватные, которые в рамках своей партии пытаются чего-то добиться и очень огорчают то, что они в демократической партии играют все меньшую и меньшую роль. И, судя по всему, эта тенденция необратима и потеряна. То есть приличным людям демократической партии просто не остается вместо. Ну и теперь, если можно, в Хайфе был избран. То есть движение БДС поддерживают не только, так сказать, члены J-Street здесь в Америке, но и в Израиле есть люди, есть организации, которые вот об этом. Значит, действительно, в Хайфе прошли муниципальные выборы некоторое время назад. Там долгое время городом управлял такой вот вальяжный, довольный собой представитель партии труда, то есть израильских левых. И, в общем, он был еще и старый Кагор. То есть он не был радикалом левым. Он был, так сказать, он был левым, он был, так сказать, поддерживал в своей партии, так сказать, свою партию в ее внешней политике. Но в Хайфе все-таки он создавал нормальный рабочий климат, так сказать, люди, одни его принимали, другие не принимали. И вот на последних выборах его победила молодая представительница, молодая женщина, которая сразу поставила себя как бы с радикально левых позиций, то есть она пошла его слева. Но делала это очень как бы грамотно и в разных группах населения Хайфского позиционировала себя по-разному. То есть она говорила о том, что пришло время сменить мэра, он слишком долго управляет городом, нужна, так сказать, новая метла и прочее, и прочее, прочее. И вот в итоге она пришла к власти и первым делом, что она сделала, она сформировала коалицию без Ликуда, ну, имеет право, то есть не обязана она была брать партию Ликуда в коалицию городскую, но зато в эту коалицию вошли хайфские коммунисты. Теперь надо понимать, что партия коммунистов в Израиле, хотя она официально как бы считается рабо-юрлейской партией, по сути дела это чисто арабская буржуазная партия, националистическая, и ее представители, они входят в зонтичную вот эту структуру, объединенный арабский список, на самом деле, в последние годы они прошли колоссальную радикализацию, и глава муниципальной как бы группы хайфских коммунистов, араб, который, на самом деле, совершенно спокойно и открыто говорит о том, что, например, исламское государство это порождение сионистов, то есть боевики исламского государства это вот такие агенты сионистов, которые разрушают арабский мир. Ну это ладно, это бред про лунатиков и марсиан, но он говорит, например, он открыто поддерживает Хамас, он поддерживает Хизбалу, и является откровенным, активным сторонником бойкота Израиля. И вот этот человек назначен новым мэром Хайфа Инат Калиш заместителем мэра Хайфа. Понятно, что коммунисты в Хайфе и арабы страшно радуются, такого еще не было, такого, в общем, беспредела не было. Вот, многие израильтяне в шоке, потому что те, даже кто голосовал за Инат Калиш, они, конечно, не ожидали такого быстрого и стремительного развития событий. Вот, и это вывело из себя даже правительство, то есть обычно правительство не вмешивается в то, что происходит на городском уровне. Но здесь министр внутренних дел Дэри сказал, что он проверит, существует ли возможность правительства не утвердить этого за мэра, потому что как может быть, чтобы в израильском городе заместителем мэра третьего по величине города страны был откровенный сторонник бойкота Израиля, враг Израиля, человек, который надеется на прекращение оккупации. Но когда он говорит «я надеется на прекращение оккупации», он ведь говорит не об Иудее, а Самарии, этот самый Раджа Затра. Он говорит о Хайфе, то есть для него Хайфа — это оккупированная территория арабского государства, которую следует освободить. Или как арабы говорят на самом деле «открыть». Когда мы открыли ту или иную страну, вот они так называют свой захват. Сейчас они, допустим, открывают Европу заново. И вот он говорит о прекращении оккупации Хайфы. Этот человек стал заммэра города, то есть человеком с колоссальными возможностями, самое главное, с возможностью влиять на бюджет. То есть речь идет о десятках комиссий, которыми будут управлять его люди и направлять соответственно бюджет. И нет никаких сомнений, куда пойдут, куда будет направлен городской бюджет в случае, если все это пройдет. министр внутренних дел Дэри пообещал, что он проверит, можно ли это как-то затормозить. Посмотрим, будем следить за развитием событий, потому что пока что, конечно, выглядит это все очень печально. Хайфа в этом смысле это особый город, то есть в Израиле есть города арабские, есть города еврейские. В большинстве еврейских городов существует небольшое арабское население, которое, в общем, не влияет на ситуацию. В большинстве арабских городов еврейского населения нет никакого, потому что евреев там банально, если кто-то даже поселится в какой-нибудь левый, то его оттуда выживают. И евреи в арабских городах не нужны. И есть буквально считанное количество городов, где есть достаточно большое количество и арабов, и евреев. В этом смысле Хайфа — самый крупный город. И Хайфа всегда подавали и подают как этакий вот пример радужный. Мол, типа, вот видите, тут и евреи, и арабы все живут в мире, и дружбе, и сотрудничестве, и вот оно, настоящее сотрудничество. И вот теперь, как выясняется, сотрудничество и совместное проживание, оно может быть только, когда евреи управляют городом. Когда же к власти приходят арабы, которые говорят о бойкоте Израиля, то, так сказать, у меня очень серьезные сомнения относительно того, что евреям в таком городе будет уютно. И поэтому, конечно, хочется надеяться, что эта ситуация как-то будет там исправлена. Были попытки дозвониться, давайте 847-400-5200, телефон нашей студии, если у вас по-прежнему остались вопросы к Александру, вы можете позвонить и задать свой вопрос. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Я хочу быстренько сказать спасибо за историю про хайфу. Я израильские новости получаю только из-за вашей передачи. Большое спасибо. Но вот в Израиле это все-таки демократическая страна. И я не согласен с вами, что что-то должно быть сделано. Через сколько-то там лет там будут выборы. И если там у евреев остались мозги, то они выберут кого-то другого, правильно? А если они опять выберут вот таких людей, о которых вы говорили, то, может быть, они их и заслуживают. Демократия гарантирует, что вам не будут управлять лучше, чем вы этого заслуживаете. И второй комментарий, когда вот про эту честь у меня сразу, я сразу вспоминаю, в Советском Союзе был такой антисионистский комитет советской общественности. Я думаю, если члены того комитета живы, они будут этим, этим так называемым евреям из 10-3 дать массу полезных советов, как проводить антисемитскую политику, при этом называя себя евреями. Спасибо, до свидания. Мне нечего добавить к этим комментариям. Действительно, антифашистский советский комитет мог бы добавить, хотя возможно, что Джей Стрит уже сам мог бы научить сейчас антифашистский еврейский комитет ненависти к Израилю и борьбе с Израилем. Вот что касается демократии, да, вы правы с одной стороны, да, вот будет выбор через пять лет, но эти пять лет еще хочется как-то прожить, и очень не хочется, чтобы откровенные враги Израиля в течение пяти лет рулили целым городом. И да, вы правы, демократия, люди заслуживают того, что они выбрали, но в общем ситуация настолько хрупкая, что я боюсь, что для Израиля это слишком долго и слишком дорого. То есть научить жителей Хайфы уму-разуму ценой того, что они пять лет просидят под оголтелыми врагами Израиля, это может обойтись слишком дорого для государства маленького и окруженного врагами. То есть тут нужны какие-то другие инструменты, позволяющие отсекать таких вот уродов от возможности получить власть за Радю. Еще на подходах, если сейчас посмотрели, то как-то уже под дороги. Давайте попробуем принять следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Я не согласен с Евгением, который перед этим позвонил. Я считаю, что пять лет действительно это слишком большой срок, и те, кто проголосовал за эту мэршу, я думаю, что за пять лет очень многие из них уедут куда-то в более благоприятные места, как Телових, Решавлицион, или еще куда-то от этих арабов. И заселятся арабы, и еще один город станет арабским. Вот и все. Спасибо. Эта ситуация действительно, это реальный очень сценарий. Дело в том, что вообще как Кайфа дошла до жизни такой. В начале 90-х годов Израиль эвакуировал несколько десятков коллаборационистов, то есть арабов, которые жили в Иудее и Самарии, сотрудничали с израильскими спецслужбами, сообщали секреты про Хамас и про организацию освобождения Палестины. И когда туда пришел Арафат, то часть этих людей были эвакуированы в разные места, в том числе в Хайфу, где было небольшое... Ну, в Хайфе всегда были арабы, всегда были арабы, в основном христиане, были мусульмане. И вот этих коллаборационистов вывезли в Хайфу, поселили в кварталы Хайфы. Потом началось воссоединение семей. И там совершенно пошла жуть просто, потому что, ну, понятно, что эти коллаборационисты, он, допустим, один, но за ним целый клан тянется. И каждый коллаборационист вытащил за собой до тысячи человек. Ведь понятно, что всем хочется жить в Израиле, а не под властью Арафата. Даже если ты не сотрудничал с Израилем, просто нормальный человек, как бы хочешь. Но проблема в том, что, так сказать, мы же знаем, как вот эти мусульмане. Они приходят, вроде они просто хотят жить в Европе, а получается так, что они вокруг себя создают ту же самую Сирию или Афганистан, или Ирак, из которого они убежали. И вот это то, что произошло в Хайфе. То есть в Хайфе возникло огромное количество мусульман, абсолютно как бы неинтегрированных в общество, злобных, плюющих на все правила, кроме того, еще считавших, что все им должны. И Шабак, служба безопасности израильская еще немножко их прикрывала, чтобы, так сказать, не создавать лишнего ажиотажа. Плюс в Хайфу стали переселяться арабы из галилейских деревень. Тоже, так сказать, вот такая вот лимита. Такие люди, которые, в общем, они жили в деревне, приехали в город, вести себя они в городе не умеют. И, соответственно, из Хайфы поехала приличная публика, побежала оттуда, в том числе и арабская, христианская. Понятно, что в Хайфе, конечно же, что еще удерживает, в общем, в значительной мере еврейское присутствие, это большое количество репатриантов из постсоветского пространства, которые туда приехали. И это люди, как правило, не настолько мобильны, то есть у них не так много денег, чтобы куда-то переехать, когда им захотелось. И религиозные сионисты, которые создали, в общем, целые бастионы, кварталы такие вот еврейские в Хайфе. Но этого всего не хватает, этого недостаточно. Действительно, очень тревожно за третий по величине город страны. Хотя, безусловно, это поучительно и назидательно всем тем, кто твердит о возможности сосуществования и дружбы с арабами-мусульманами, не желающими видеть Израиль вообще ни в каком виде. Даже самые интеллигентные из них. Мне буквально на днях довелось говорить с молодым интеллигентным арабам, мусульманинам, израильтянинам, дружбанинам Израиля, имеющим техническое образование, то есть не гуманитария, высокое техническое образование, который, в общем, очень адекватно говорит, он мусульманин, он объясняет свою позицию. Но по ходу разговора ты понимаешь, что видение общего будущего у меня с ним не может быть никакого. То есть он сейчас признает меня только потому, что он понимает, что он не может меня физически никуда деть. Но если бы у него возникла такая возможность, он, безусловно, бы этот гею воспользовался, и признавать Израиль как государство еврейское, он не готов ни при каком раскладе. Мы говорим снова об интеллигентном человеке, который не станет бросаться на меня с ножом, потому что он как бы интеллигентный, он боится, он не хочет себе создавать проблем, но думает он точно так же, как и те исламские боевики, которые на итоге пытаются взорваться или убить как можно дольше. Это был условный вопрос, с которым нам придется как-то разбираться. У нас, к сожалению, не остается времени, еще масса звонков, масса вопросов, но, очевидно, уже в другой раз, когда мы вновь встретимся в нашем эфире с Александром Непомничим. Александр, огромное спасибо и до встречи в следующий раз. До встречи. До встречи.